Всем привет, меня зовут Михаил и я рад видеть вас на канале Eyesender Today. Сценарий к этому видео я начал писать сразу же, как только пришел из кинотеатра 23 числа. Пока что даже не знаю, буду ли я его в итоге выкладывать на канал, потому что кинорецензии немного не вписываются в сложившуюся тематику. Но фильм меня по-настоящему впечатлил и мне очень хочется поделиться своими впечатлениями с вами. Впечатлил, к огромному сожалению, далеко не в положительном плане. Если сказать кратко, то он впечатляюще ужасен. Но чтобы не быть голословным, я постараюсь поподробнее рассказать об этом недоразумении, вышедшем под чутким руководством Сарик Андреасяна. Скажу сразу, что я, как и многие, изначально не ждал от этого фильма чего-то выдающегося. Сразу было понятно, что попытка снять Мстителей на свой лад, имея в своем распоряжении куда меньше ресурсов, как творческих, так и финансовых, ставит съемочную группу в невыгодное положение. Но оставалась надежда, что создателям удастся крепкий супергеройский фильм с незаезженными персонажами и бодрым сюжетом. Но надеждам было не суждено сбыться. Начну, пожалуй, с сюжета, который мог вытянуть фильм при всех прочих проблемах. Однако, на мой взгляд, он и стал одним из главных его недостатков. Хотя выделить что-то главное в этом случае достаточно сложно. Все настолько плохо. Сюжетная линия изобилует всеми возможными клише. Авторы, судя по всему, и не пытались придумать что-то самобытное. В Голливудских Мстителях все началось с военных экспериментов в 40-х годах, результатом которых стало появление организации ЩИТ и Капитана Америка. Отлично, пусть в Защитниках все будет так же, только секретную организацию назовем Патриот. Помните Халка? В своем человеческом состоянии один из гениальнейших ученых, но превращающийся в безудержного зеленого громилу. У нас будет свой ученый, но превращаться он будет в медведя с аналогичными проблемами самоконтроля и мускулатурой, не уступающей тому же Халку. Остальные параллели вы при желании легко приведете сами. Но проблема даже не в этом. Голливудские супергеройские фильмы имеют мощную сюжетную подпитку со стороны комиксов, в которых досконально прописаны истории персонажей, их мотивы и предпосылки решений. И даже при этом фильмы по комиксам славятся своими несостыковками и нелогичными событиями. В Защитниках же все это принимает просто комичные масштабы. Главный злодей считает, что был предан государством, и несколько десятков лет готовит свою месть. Но кому он мстит на момент события фильма? Ни людей, ни государства, к которым у него были претензии, уже давно нет. Так что все происходящее теряет свой смысл, еще не начавшись. Ничуть не лучше ситуация и с героями картины. Практически все их поступки не имеют вообще никаких обоснованных причин. Взять хотя бы девушку-невидимку по имени Ксения. Вот уже несколько десятков лет она остается молодой и имеет способности, которые даже не снились обычному человеку. Тут к ней вламывается зондер-команда из уже завербованных участников отряда Защитники, которых она совершенно не помнит, как и все, что происходило с ней ранее. После продолжительной и опять же непонятно, чем вызванной потасовки, буквально за пару фраз она соглашается присоединиться к команде и рискнуть жизнью ради... Да, по сути, просто так. При всей заштампованности сюжетная линия еще и невероятно скомкана. Это неудивительно, ведь в один фильм нужно было впихнуть и предысторию конфликта, и персонажей, и завязку самого сюжета, и успеть привести его к какому-то завершению. К сожалению, полутора часов на это явно не хватает. Нам кидают небольшие обрывки информации, а собственные истории персонажи просто проговаривают в виде неестественных монологов, которые бы никогда не произошли в реальной жизни. Авторстепенные герои вовсе появляются в кадре на несколько минут, проговаривают необходимую информацию и скоропостижно сливаются. Видимо, сценарист и режиссер просто не знают, что делать с ними дальше. К сожалению, отсутствие мотивации и слабая проработанность персонажей соседствуют и с неубедительной игрой актеров, и я подозреваю, что дело здесь не только в отсутствии таланта. В конце концов, попробую сыграть персонажа, который непонятно, что здесь вообще делает, да еще и сыплет каким-то несуразными монологами. Отдельно хочу упомянуть командира отряда защитники майора Елену. Судя по всему, она должна была стать нашим ответом Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон. Но получилось не весь что забывшая среди военных инстаграммная девица с накачанными губами в нелепых костюмах. А когда она пыталась включить командирский тон, я не знал, чего хочется больше. Встать и выйти из зала, или в голос рассмеяться. После довольно сильного в плане графики и спецэффектов притяжения, относительно недавно вышедшего на экраны, я ждал, что хотя бы в этом плане защитники как минимум не расстроят. Хотя недобрые подозрения появились еще с момента появления первого трейлера, оставалась надежда, что к релизу фильма графику потянут. Однако, как и во всем прочем, связанном с этим фильмом, меня ждало разочарование. Графика выглядит очень дешево и устаревшим. Больше всего это заметно на примере персонажа медведя Арсуса. Перевоплощение, шерсть, анимация движений – все выглядит настолько нереалистично, что буквально режет глаза. К тому же у него постоянно откуда-то появляются новые штаны после очередного превращения в полную форму медведя. Злодей же вообще выглядит непонятной куклой с резиновой мускулатурой и бутафорскими проводами. Чуть получше смотрятся общие планы, но им не хватает проработки и деталей. А вот звуковая составляющая оставила двоякие впечатления. Голоса персонажей и звуки происходящего находятся на общем уровне картины. Очевидные проблемы с предбором голосов и сведением. Порой видны расхождения в движениях групп актера и произносимых словах. А вот саундтрек в целом оставил меня неплохие впечатления. К сожалению, одного саундтрека для того, чтобы вытянуть фильм, мало. В заключение хочу сказать, что этот фильм стал для меня главным разочарованием за последние месяцы. Здесь нет красивой картинки, нет интересного сюжета, нет харизматичных персонажей. Экшн-сцены смотрятся неубедительно и попросту скучно, что непросительно для фильма в таком жанре. События происходят просто потому, что происходят, не имея под собой никаких оснований. Также отмечу, что в фильме, выпущенном в прокат в День Защитника Отечества, военные представлены кучкой дегенератов, не способных вообще ни на что. Достаточно сказать, что с учетом того, что злодей Август Куратов весь фильм особо не прячется и при этом не имеет никакой защиты или брони, никому не пришло в голову, что проблему с ним может решить один снайпер. Я сходил на этот фильм, не возлагая на него особых надежд, но он все равно смог разочаровать. В общем, мое мнение, что лучше пересмотреть еще раз Мстителей. К сожалению, попытка отечественных авторов создать свое супергеройское кино окончилась полным фиаско. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если видео показалось вам интересным. А еще подписывайтесь на мои группы в соцсетях, там я периодически делюсь своими планами относительно будущих видео, выкладываю интересные новости и просто общаюсь со своими подписчиками. Всем пока!